Мучениц 2 века Мучениц 3 века Мученицы Ирины Фроловой и Александры Хворостянниковой Послушниц Мученика Иоанна Короткова Прославляются иконы Божьей Матери Цареградская и Макарьевская Именинников мы поздравляем с Днем Ангела Братья и сестры, сегодня мы уделим особое внимание Макарьевской иконе Божьей Матери Эта икона по своему типу, Адигитрия, была явлена 17 сентября 1442 года Преподобному Макарии Унжинскому, чудотворцу Который подвязался в посте и молитве на пустынных берегах реки Унжи Во времена княжения Василия Темного в середине 15 века В это время Галечская, а ныне Костромская область Находилась в самом бедственном положении Страдая от голода и стихийных бедствий Междуусобных войн и нашествия татар Рано утром, когда преподобный Макарий оканчивал свое обычное Утреннее акафистное пение Пресвятой Богородице Келью его вдруг озарил неведомый свет Преподобный смутился духом и стал усерднее молиться За стенами кельи раздалось ангельское пение «Радуйся, благодатная мать и неневестная» В страхе и изумлении, выйдя из кельи Святой увидел на небосклоне икону Пресвятой Богородицы Которая в окружении святозарного сияния Приближалась к подвижнику Преподобный с радостным трепетом пал на землю Он с благоговением взял икону и поставил в своей келье Почему она и стала называться Келейной Лишь позже ученики преподобного дали ей наименование Макарьевской На самой иконе лик Божией Матери наклонен к предвечному младенцу Который покоится на ее левой руке Недалеко от места явления святого образа Преподобный Макарий выкопал источник Прославившийся своей целебной силой А еще через некоторое время здесь был основан монастырь Также названный Макарьевским В монастырских рукописях хранились сказания о многочисленных чудесах Произошедших от чудотворной иконы Божией Матери Дважды по молитве перед ней спасались местные жители от нашествия крымских татар В 1522 году татары напали на Унжу и хотели ограбить и опустошить Макарьеву пустынь Но ослепли и обезумев бросились бежать Многие из них утонули в реке Унжа В 1532 году молитвами преподобного Макария был спасен от врага город Целегалич Татары без видимой причины в панике обращались в бегство А пленные рассказывали, что видели в небе седого старца в черном одеянии Метавшего в них стрелы и камни А затем появившегося среди них на белом коне И нагнавшего такой страх, что татары стали в ужасе убивать друг друга Благодарные жители устроили в соборном храме предел в честь святого Более 50 человек по молитвам преподобного Макария получили исцеление от тяжелых недугов Как это было установлено комиссией, посланной Патриархом Московским Филаретом 24 июня 1619 года В этом же году состоялось прославление преподобного Макария Желтоводского Унжинского чудотворца в лике святых С чудотворной иконы Пресвятой Богородицы был сделан список в византийском стиле Который прославился, как и первообраз Дважды святой образ выходил неповрежденным из огня пожарищ в 1626 и 1690 годах 24 августа 1717 года по указу Петра I и благословения местоблюстителя Патриаршего престола Митрополита Рязанского Стефана Еворского Монаху Ионе была выдана рукописная соборная память для беспенного сбора пожертвований На изготовление оклада для иконы В этом документе Макариевский образ прямо называется чудотворным В 18 веке при игумене монастыря Митрофане II, который не знал истории и значения иконы Не надо путать его со святителем Митрофаном Воронежским Святой образ был перенесен из соборного храма в Благовещенскую церковь и пребывал там в забвении Кроме того, игумен дал разрешение переписать образ в Смоленский Лишь почти через век, в 1858 году промыслом Божиим икона вернулась к инокам в своем первозданном виде Когда икону стали очищать от верхнего ветхого слоя красок, под ним оказался невредимым чудный лик Богоматери древнего письма с надписью «Макариевская икона» и подписью Тропаря и Кондака В монастырской летописи хранятся записи многих благодатных знамений и чудесных событий, сопровождавших обретение святого образа По всей видимости, в это время в монастыре пребывала и икона, явленная преподобному Макарию, поскольку архимандрит Платон, при котором был обретен список, писал в 1863 году, что один и тот же Тропарь и Кондак поется в обители перед обоими чудотворными иконами Атеистическое лихолетие XX века разрушило иноческую жизнь Макариевской обители В 1929 году монастырь был закрыт, а святая икона утеряна Лишь в 1993 году началось полномасштабное возрождение монастыря Через два года в обитель вернулась его главная святыня мощи преподобного Макария Унжинского Судьба же и нынешнее местопребывание списка чудотворной Макариевской иконы Божией Матери и его первообраза неизвестны Сохранился лишь единственный список Макариевской иконы, который находится сейчас в Рождественской церкви города Макарьева Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед и напастей Всего вам доброго, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова